самое доброе утро мои хорошие ой как хорошо я сегодня так хорошо выспалась сейчас заварила себе кофе обожаю кофе что может быть лучше корм спали мы сегодня до 9 поэтому и выспалась целых девять часов спала ой так хорошо ребятки погода вообще тишина птички поют вчера приезжали гости но друзья джей и я снимала видео до сих пор загружая вчера ночью перед сном загрузила пошла спать там просыпаюсь видео не загружено вот интернет здесь плохо работает надеюсь я загрузится я смогу вам загрузить мои хорошие немножко расстроилась я что видео не загрузилась надеюсь на грудь загрузится если не загрузится то вообще пипец посмотрим потом все будет в общем я там также сняла момент когда где я подарила вот этот вот семейное дерево родителям джей на 5 на пятидесятилетия им очень понравилось а что еще знаете дарить например я тоже когда своим родителям что-то хочу подарить ну как бы даже не знают это вот так тяжело дариться подарки потому что не знаю вот мои свекровь свекр у них все есть как бы даже не знаю мне кажется самое такое хорошее дарить это путешествие то есть я вот в прошлом году я дарила моим родителям путешествие в мексику на семь дней там все включено но они еще туда не поехали благо там хорошо 18 месяцев у них есть чтобы поехать сейчас у меня мама ташкенте она приедет я думаю они с папой поедут вот я им подарила эту путевку в мексику канкун чем не нравится мексике канкун там все все включено вся еда все внутри там вообще классно вот что-то такое дарить я думаю вот это самое актуально дарить путешествие потому что взрослым уже ну как бы людям возрасте в них уже все есть вот ну мы не стали дарить путешествиям родителям учения потому что как бы не знаю они так все время путешествует я сказала ну давай я тогда я сама решила вот такое вот подарите потому что фотографии они любят не все любят фотографии лайк у меня свекровь она прям как вы видели везде фотографии она любит фотографировать она любит она не любит фотографироваться но она любит фотографировать она любит выставлять эти фотографии повсюду по всему дому да даже в туалете то есть у нее везде фотографии таким людям это подойдет мой как хорошо вот приехать посюда да вот без детей даже без никого да и вот так вот неделю побыть и человек ну это вот знаете от уединения самим собой это тоже очень важно особенно когда дети маленькие когда очень много стресса очень много забота вот это уединение она необходима на недельку бы уехать куда-то человек так восстанавливается психологически вы знаете что я поняла когда я приехала сюда вот вот в этот раз мы с чем сюда приезжали когда мы только встречались с ним когда были так влюблены друг друга приезжали сюда когда я была беременна приезжали сюда с одним ребенком ну как с маленькими 7 что вот сейчас приехали с тремя детьми вспоминая то что сейчас и что что было раньше это как бы небо и земля сейчас мы как-то в заботах даже иногда можем вряд ли друг на друга вот можем как-то знаете дисконнект это называется на английском то есть дисконнект это как бы немножечко прервана связь между мужем и жена психологическая связь потому что как бы я ушла в дети он ушел в работу да потому что ему нужно зарабатывать в калифорнии жизнь дорогущей то есть ему нужно но предоставлять достойный образ жизни своей семье я как бы свою в свою очередь должна следить за домом за детьми и вот мы как бы знаете два вот таких вот человека вот все время в забота все время бежим если там один что-то скажет другой как бы уже взрывается до друг на друга я это заметила больше со своей стороны где он более такой знаете себе все держит но он но я всегда говорю не обязательно что-то говорить достаточно так то как-то посмотри да на человек то есть он тоже весь в стрессе его сюда приехала сейчас да я и как-то везде вот эти наши фотографии когда мы с ним встречались все вспомнила и как-то знаете я поняла что нужно что-то менять нельзя полностью вот так вот жить потому что так и не заметишь как отдалилась над на такие километры друг от друга до что даже потом будет нечего восстанавливать после этого вот поэтому я как бы знаете вчера вот это поняла и он мы все время об этом говорим то есть муж мне все время там например с работы да например он мне пишет там какие-то сообщения тебя люблю я знаю что мы сейчас у нас много стресса но я как бы я очень ценю тебя я очень люблю тебя он все время мне пишет такие вещи ну я как-то все равно знаете как какая-то вот каменная несмеяна железная леди стала такая вот все время как непробиваемая то есть и это нет это не есть хорошо то есть я буду теперь тоже меняться тот не меняться даже а быть так у быть пытаться вернуться в тот как в какой какая была да то есть то стресс стрессами вот вчера например его ради его друзья приехали да у них у всех дети чуть-чуть постарше но не чуть-чуть вот у них в основном там от 4 до 6 лет дети у его друзей и вот они все и у них у всех по двое детей и у всех как у нас погодки они все погодки и они говорят ребята мы вас понимаем это нормально это через все через это проходит они говорят дайте друг другу два года ваши дети уже дети когда будут будут более вот с пяти лет и выше да даже с четырех уже начинается фан тайм то есть фан это как бы начинается вот это веселье то есть дети уже понимают за ними не надо бегать то есть вчера они вот возле бассейна купаются ой возле бассейна говорю воздух бассейна загорают там пиво пьют болтает а дети сами играются а мы нет мы за своими детьми должны смотреть у нас маленькие они варят это как по чуть по чуть постарше они станут будет легче и поэтому знаете за это время нельзя полностью отдалиться друг от друга потому что в первую очередь в первую очередь вы должны думать друг о друге потому что дети вырастут дети у улетят как бы свои гнездышко да там сын женится дочка замуж выйдет оба вы друг у друга остаетесь в конце поэтому если остаетесь конечно если это не факт что люди до конца вместе живут но вот хочется в это верить да поэтому нужно как бы поддерживает вот этот вот огонек в душе поддерживать иск искру конечно как в начале когда мы встречались так уже не будет так и ни у кого так не будет то что когда вы встречаетесь и когда вы живете вместе и вы уже быту бытовуха убивает все но нужно все равно вот американцы они они молодцы в этом плане наши люди они до них бит бытовуха и уже романтики принципе не остается здесь в америке мужчина и женщина они обязательно пытаются иметь дейт-найт дейт-найт это то есть свидание с мужем до или женой то есть выезжать куда-то чтобы наедине только да они это поддерживают потому что без этого это все умрет но все равно это уже другой уровень когда вы встречаетесь когда вы живете это никогда не будет так как было никогда потому что это две разные этапы в жизни и не должно быть как это и не должно быть так потому что когда вы встречались у вас нету детей у вас нету проблем то есть вы друг друге вы пытаетесь друг другу понравится да и потом этот гормон который вырабатывает вырабатывается когда люди влюблены то есть мы не видим недостатки друг друге даже если эти недостатки нам кажутся милыми а потом за не хочется прибить поэтому это все нормально но я поняла свою ошибку что я как бы стала такая знаете вечно жена пила да то есть все время стрессе недовольна это нехорошо ребятки поэтому будем меняться в общем а загружу я это видео вот это который вчерашняя надеюсь сейчас буду над ним работать оставляйте комментарии подписывайтесь не забывайте подписываться не забывайте ставить лайки ну или дислайки если вам совсем не вошло мое видео обратная связь хорошая или плохая обратная связь она связь то есть я вас чувствую я вас вижу я читаю так что будьте активны мои хорошие муженек муженек мне так вот это этого понравилось смотрите так они сидят можно прямо на стол поставить вот так мне хорошо потому что можно готовить может я домой заберу себе немножечко сегодня по смогу но смысле так вот теплая птичка моя птичка смотрите какой дождик калифорнии только что был такой шторм я не успела сфоткать в чикаго это как вот во флориде такая же влажность и такие же штурм и то есть ливень каждый день может появиться и сразу же проходит ну так классно запах это просто природа прям дыши дышишь прям природой смотрите какие цветочки я уже показывала для тех кто не видел кстати хотела вам показать это домик на колесах у меня свекор со свекровью часто летаю и часто путешествует по штатам я пойду покажу лодка тоже это гараж так вот в общем налила себе винца хотя вино не пью но тут а и вино хорошо хорошо идет как хорошо я хочу вам показать домик на колесиках мы хотим тоже себе купить такой потому что мы скоро ну как скоро через три года собираемся путешествовать по всем штатам с детьми и с мужем сейчас я вам покажу как это выглядит вот в общем а вот такие вот домики на колесах есть практически у каждого у каждой американской семьи с детьми особенно это не такой не такой большой это среднего размера сейчас мы откроем и мы вам покажем это такой средненький есть конечно прям очень дорогие за 300 тысяч то есть они как дома вот здесь и то есть кухня видите полностью оборудованная кухня микроволновка раковина знаете принципе как вот посмотрите там вот все все внутри вот я вам сейчас покажу это холодильник смотрите это морозилка боже мой как он не открывает вот смотрите диванчики вот диванчики это при этом как бы это столик да и превращается в кровать видите это тоже превращается в кровать это тоже превращается в кровать большую а вот туалет душевая смотрите его душевая сейчас я открою вот спальня спальня на месте двухместная опять таки телевизор вот есть такие вообще громадные со всеми делами он смотрит там вода откуда-то пошла в общем он хочет посмотреть ну вот так отсюда вот опять таки она неплохо знаете я совсем неплохо но это что такое а это как бы это там а это магнитофон понятно вот для музыки очень даже неплохо есть конечно совсем оборудован прям крутые которые там по 300 тысяч долларов стоит но это тоже неплохо принципе здесь и есть все чтобы чтобы путешествовать неплохо так что может возможно мы даже это возьмем свекра со свекровью а он говорит что приедешь в чикаго чтобы это забрать наверно сами возьмем неплохо неплохо я вам скажу вот сейчас мы пойдем гулять я вам покажу вот это вот все все до дороги все это принадлежит родителям сейчас погуляю смотрите дождик шел калифорния дождик и не увидишь как своих ушей идем дорога это все все их не что плохо хоть даже все это их не и они не имеют права строить дом то есть даже если вы смотрите вот вот это их не дом да один дом то есть территория огромнейшая но да это вся территория твоя это земля твоя то есть они купили эту землю но закон не разрешит это single home то есть это single home property ты не имеешь права строить еще один дом здесь а такой вот дурацкий закон это получается все вот это как бы не имеет значения что у тебя это есть потому что ты не можешь сюда ничего построить но иначе бы конечно люди бы здесь городок бы построили бы я не буду идти туда он ведь и вот там вот вот это улица там кончается их не про партии так пойдем обратно смотрите какие красивые цветочки ангелочек поливает цветочки здесь я утром видела дятела такой красивый дятел клево не смогла снять также очень много калибров очень много птиц здесь конечно розочки цветочки цветочки так пойдем домой вы знаете как как вот я вчерашнее видео когда загружала сегодня проснулась утром до сих пор загружаете вот только сейчас загрузилась 15-минутное видео загружалась почти два дня это просто кошмар интернет здесь и не очень вообще не хорош все